грамматика английского языка 5 класс упражнение 174 и в нем нам нужно написать отрицательные предложения negative sentences используя слова nothing или nobody давайте для начала переведем потому что многие встречают их в предложении и понятия не имеют вообще какая разница и как их переводит и так насын это ничего а я убаде это никто их можно изменять по падежам в русском языке с этим конечно проблема да он никого не видел никому ничего не сказал в английском все легко они такими остаются в любом падеже единственная вот какая разница давайте посмотрим на сын то есть ничего относится к неодушевленному а не убаде никто понятное дело речь о каком-то человеке слово баде кстати это тело то есть можно так легко запомнить а сын в данном случае это вещь так что кто забудет вдруг то просто вспомнить эти два слова в баде и вы конечно знаете слова сын тут главное перевести и все да дальше уже будет все понятно да и дидим have anybody to help them ну вот дословно здесь некрасиво перевожу как более правильно на русский у них никого не было чтобы им помочь теперь смотрите что происходит еще напомню в английском в английском языке не бывает двух отрицаний если у нас идет биринт это отрицание в данном случае не поди мы поставили то есть хотя в переводе у них никого не было два до отрицательных перевода в русском языке но в английском стоит anybody который переводится но в данном случае никого а на самом деле он стоит как плюсовой то есть на ударе это отрицалка а или баде такой плюсовой вариант теперь смотрите что нам нужно сделать нам нужно все поменять то есть если до этого у нас было смотрите вот здесь был минус а вот здесь был ну скажем грубо тогда плюс то теперь эти полюса надо поменять получается нужно сделать они имели никого чтобы им помочь то есть мы из didn't have нужно сделать плюс это по simple для того чтобы сделать плюс мы просто должны глагол поставить во вторую форму как мы делаем в пассимплах почти так сейчас то есть для этого конечно задание нужно очень хорошо ориентироваться во временах и в их структурах то есть вот мы поставили здесь плюс they had a is anybody плюсового мы уже должны сделать минус а минус это вот он nobody я прямо под ними буду тогда так писать they had nobody to help them они равнозначны по переводу то есть вы хотите вот так вот пишите по-английски хотите вот так пишите перевод будет один и тот же далее she hasn't explained anything to us она не объяснила ничего нам вот минус anything это плюс делаем все наоборот у нас идет perfect hasn't explained в плюсовом варианте то есть в утверждении будет звучать как без нота да просто нот убираем эксплейнт конечно это все дело сохраняется а затем anything но здесь кстати хорошо уже подсказка есть у нас сын да будет уже понятно мы меняем на на сын she has explained nothing to us перевод конечно абсолютно такой же останется она ничего не объяснила нам третье he won't learn anything new the air он won't это will not то есть сокращенный вариант а он не выучит ничего нового здесь делаем теперь наоборот won't learn делаем плюсовым will learn кстати это у нас future simple если что а anything мы меняем на nothing вот и поменяли he will learn nothing new the air и четвертое he doesn't want anything to drink он не хочет ничего пить то же самое другими словами doesn't want это present simple в отрицании а мы делаем в утверждении значит want но не забываем нам еще с нужно he wants а теперь anything меняем на плюсов и на на отрицалочку будет на сень he wants nothing to drink пятый я не рассказал никому о них haven't told отрицание в презент пюфакта делаем плюсовой утверждительный вариант I have told вот это его плюс а anybody соответственно меняем на nobody и получается I have told nobody about them шестерка I haven't left anything in the desk я не оставил ничего в столе в письменном парте то же самое другими словами это презент пюфакт с ним работать легко haven't меняем на have дальше переписка а anything превращается в nothing I have left nothing in the desk то есть то же самое я ничего не оставил в парте седьмое we don't have anything to discuss чуть-чуть перефразируя у нас ничего нет для обсуждения делаем из don't have утверждение это презент симпл нам нужно просто написать we have а anything получается меняем на nothing we have nothing to discuss то есть нечего нам или у нас ничего нет для обсуждения или нечего нам обсуждать восьмерка I am not going to buy anything there я не собираюсь покупать ничего там делаем утверждение am not было am стало I am going да то есть просто из отрицалочки сделаем утвердительное I am going to buy сохраняем а anything чуть отступим будет уже nothing I am going to buy nothing there я не собираюсь ничего там покупать девятка he hasn't understood anything он не понял ничего у нас презент перфект мы уже видели как с ним легко работать то есть утверждение это конечно has understood а вместо anything мы ставим nothing he has understood nothing он ничего не понял I can't see anybody ну дословно я не могу увидеть никого но лучше просто переводить я не вижу никого то есть в таких фразах can просто может уходить с перевода не вижу никого мы делаем can't вытверждение I can see да то есть cannot это вытверждение конечно просто can и вместо anybody мы пишем nobody I can see nobody я никого не вижу ну в общем как вы видите упражнение ну довольно запутанное главное не забывать правило что в английском языке у нас два отрицания быть в предложении не может то есть если у вас проверять вот скажем так полярность если где-то минус то второго минуса ставить ни в коем случае нельзя я